Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришна. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что не стало Василия Уткина, журналиста, спортивного комментатора, человека очень известного в нашей стране. И, собственно говоря, можно было увидеть его фото или видео, и было понятно, что это Василий Уткин. Он участвовал и в программах, снялся и в фильмах «День выборов». Узнаваемый очень человек, внезапно его не стало. Надо сказать, что в последний раз, когда я видел видео с ним, он очень сильно поправился, очень сильно. И люди... Он, кстати говоря, у него был свой YouTube-канал, там порядка 610 или 650 тысяч подписчиков. Многие обращались и писали о том, что нужно худеть. И вот пишут, что буквально совсем недавно он сел на очень строгую диету. Ну, вот, собственно говоря, врачи дважды пытались реанимировать Василия Уткина, стало известно. В первый раз им это удалось. То есть, пишут о том, что у него из-за того, что очень много было, значит, вот этих всех холестериновых пляшек, кровоток остановился, то есть кровь полностью остановилась. Но его удалось реанимировать. То есть, собственно говоря, хотел жить. После того, как журналисты доставили в больницу, его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Тромбы мешали проходу крови. В итоге у Уткина произошла остановка кровообращения. Ну, остановка кровообращения, всё уже это. Но врачи реанимировали его в течение 16 минут. И медикам удалось откачать журналиста. То есть, фактически он, можно сказать, умер. Они его откачали, запустили всё. Но вскоре кровообращение опять остановилось. И после этого Уткин уже скончался. Ещё раз говорю, получается, они его фактически первый раз запустили, оживили, кровоток пошёл. Ну, так как, видимо, там всё это вылилось в то, во что вылилось. Да, многие пишут слова соболезнования. И я присоединяюсь, конечно. В первую очередь соболезную маме. Отдельно хотелось бы сказать в отдельном ролике. Да, друзья. Я помню, что достаточно такое у них, ещё раз повторюсь, сильное противостояние было с Соловьёвым заочное. За этим, кстати говоря, было довольно увлекательно наблюдать. Потому что что один, что второй были довольно убедительны в своих суждениях. Поэтому сегодня половина... Да нет, не половина, абсолютно большинство, конечно, соболезновает. Но кто-то пишет такие гадкие комментарии. Но всё-таки в данном случае, мне кажется, стоит воздержаться. Вот такие подробности. Да, ну вот кто-то в комментариях пишет, что если кровообращение удалось медикам запустить через 16 минут, то цеплялся за жизнь. Но, что называется, скажем так, проблемы, связанные с весом. У него сердечная недостаточность. Пишут, что недавно у него вели атеросклероз. И вот всё это, конечно, вроде как связывает с вот этим излишним весом. Больше 200 килограмм. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. И добро пожаловать на мой сайт буддагришна.ком. Посмотрите, там уникальное предложение для бизнесменов, предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, то посмотрите и пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.